Две таблетки снотворного, я, пол и нихуя, нихуя не происходит, я уже в маске 4,49, ну что это такое? Я так понимаю, что уже можно официально жаловаться на то, что на улице пиздец, как жарко! И самое тупое, что я не заправила кондиционер, это нужно делать в начале лета, потому что вот так настигает тебя это. Были праздники, пришлось немножко подождать, и эти дни просто я вся мокрая, я помыла голову, у меня все мокрое, сейчас волосы будут кучерявые, девочки меня поймут, это самое ужасное. Все, ребят, всем посылочки отправила, завтра должны быть у вас, успела до 6, чтобы уже можно было получить. Боже, как я влюбилась в красивые машины, красивые, интересные, необычные. Мои волосы развиваются на холодном ветру, и в машине теперь холодно, прям холодно. Если у вас реально не морозит так, что вы подмерзаете, значит, что-то не так, и нужно долить форион. Это на самом деле вообще простая процедура, занимает мало времени, стоит 120 гривен 100 литров, и не факт, что вам нужно доливать много, то есть зависимости от каждой машины. Но подлить чуть-чуть, чтобы именно кайфовать, переди летом хочется поехать на море, куда угодно, в дороге, пожирюки, в машине именно классные. Даже сделали такой запах какой-то елочки приятной, поменяли еще фильтры, потому что моим фильтром было описано. Я думаю, что с кондиционером принцип не занимались, сейчас все идеально, мне даже кажется, что это начало дуть сильнее, потому что, ну как бы, извините, вот это видео. И опережая вопросы, я была в Ротсайд Гараж, находится в центре, за это отдельное спасибо, потому что не люблю пхаться в жопу мира, по хреновой дороге, там потом сидеть, куковать еще. Здесь я приехала, поставила машинку, чуть подождала, потом отъехала попить кофе в заведение, вернулась и забрала, потому что здесь все по месту, мне было удобно. Ну и как бы я ждала, потому что мне нужно было принять фильтры, и для каждой машины фильтры отдельно, ну, каждый свои. Но если вам просто забрали кондиционер, это, блин, минутное дело, это очень быстро, по ценам вы знаете, сервис очень понравилось, даже красивенько по сторизам видно, зарядочка, все есть. Ну и тут помимо даже кондиционеров есть другие услуги, которые, я думаю, вам будут интересны. Вот, оставлю ссылку, можете приходить. Хорошо, что я пересматриваю свои сториз, потому что 120 гривен 100 миллилитров, так что если вы готовите свои канистры, то охрана отмена. Я уже приехала к папе, у нас сегодня застолье, и я просто покажу, какой у нас гость программы. Просто посмотрите, тут даже руку можно не прикладывать, видно какой это огромный лящ, и сколько здесь икры, я уже хочу ее разрезать. А еще положили бонусом икрянчики. Так вот, что-то разные, икрянчики я просто обожаю. Ребят, мы начали пробовать икру, папа пошел даже одеть футболку, чтобы вам сказать, что... Икра просто бомбезная. Я до чего привык к тому, что когда берешь икру, она часто и густо бывает такая... Ну, если рассыпчат, это уже должна быть крупной. Тут вроде как бы и мелкая икра, но она оказалась приятно малосоленая, то есть не прилипает ни к дёстам, ни к зубам. Куже-то очень приятно. Просто сказка. Мой футблогер, представляете, вообще без подготовки, импровиз, но икра реально шикарная. Что и в тараньке, что и здесь, она такая вот не пересоленная, никуда не прилипает. Видно, что рыбка свежайшая просто, ребят. Я, если что, два дня не пила, приехала к папе, думаю, я буду к вас. Отец, ты что, спаиваешь дочь? Здрасте, моя родная. Здрасте, моя родная. Здрасте, моя родная. Все что-то, в смысле... По баночке пива это что, пластик или что-то? Это разгона, да? Что-то так. Вот вам ответ, кого я такая, почему я такая. Кстати, все пишут, что я очень похожа на папу. Но тут даже спорить не буду, я знаю, что и по лицу, и по характеру, и по палаткам.